И всем привет ребят, с вами Страмайки, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен очень интересным новостям, которые появились у нас сегодня в игре, сегодня у нас четверка, это значит, что выходит анонс всех обновлений, которые появятся уже завтра, и сегодня реально есть о чем поговорить, сегодня есть что вам рассказать и поделиться, также обсудим ультра уикенд, который завтрашнего дня стартует, но самое главное это список обновлений, обновлений много и много из этих обновлений неприятных, если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не писать новые видеоролики, ну а мы начнем с ультра уикенда, обсудим его, в принципе с завтрашнего дня он уже стартует, Стартует он с пятницы 13-го, именно это число и эта дата для кого-то является какой-то не супер благоприятной, и именно завтра стартует большой цикл списка обновлений, большой цикл изменений в нашей игре, но обо всем по порядку. Начнем с ультра уикенда, 3 дня он у нас продлится, пятница, суббота, воскресенье, повышенные фонды, плюс повышенный опыт с демкой, также у нас есть спец режимчик на кураже на губахе на подземке, 3 карты и дополнительно ко всему прочему у нас, а нет, нет, повышенного шанса золотых ящиков, то есть это дефолтная демочка, вкусная, с возможностью хорошего контентного фарма, с выключенными овердрайвами. Довольно интересный режимчик, который я с удовольствием покатаю, все-таки я демки люблю, особенно те демки, в которых можно не кисло зафармить кристалл. Ультра контейнеры обновляются с дополнительным предметом, а именно с новым устройством на Скорпион с Эмми статус эффектом, при этом дополнительно у нас есть еще, нащелкал что-то я тут, дополнительно у нас есть дрон, кризис и модуль броненосец, в принципе дефолтные ультра контейнеры, которые в последнее время постоянно проходят у нас в игре, да, и то, что всегда есть возможность выбивать эти предметы. Ну, по сути, из танкованда это все уже доступно довольно быстро. Специальные миссии в сумме можно зафармить, я вот даже вот так вот просто вот, вот так вот кидаю взгляд, да, я не считал, да, то есть считаю двадцатка, двадцатка, должна быть двадцатка. Двенашка, тринашка, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, да. Спец паки, вот этот спец пак очень интересный, золотой запас, если он стоит две тысячи, то советую вам присмотреться к нему, даже может быть на бездонате моем. Есть смысл к нему присмотреться 15 контов, 7 дней према 3 ядерки, ну ядерка в принципе без разницы Но 7 дней према И за 2000 тангоинов если будет стоить этот спак То в принципе очень вкусный 200 ультракантов Ну и дополнительно мегагол, двойные фонды и опыт В принципе все закономерно Все дефолтно Есть возможность дополнительного, как говорится, фарма Ну и переходим к самому интересному К тому, о чем реально есть поговорить Это список обновлений И список обновлений у нас Настолько критический, что Практически все имбо устройства Будут нерфиться уже завтра Практически все Единственное, меня радует то, что Вот здесь вот столько написано много про страйкера Но почитав это все дело И разобравшись Да, я думал, что страйкер занерфлен И то, что завтра он станет хуже Почитав все это дело Я для себя понимаю, что Ничего не произойдет А может даже станет еще лучше Потому что время наводки Залпа стало быстрее Да, то есть Ну на чуть-чуть, конечно Но стало быстрее Разгон ракет улучшился Поэтому В теории страйкер плюс-минус Останется таким же самым Возможно даже станет чуточку Поинтереснее Дистанционку тоже особо никто ничего не трогал Поэтому Я в принципе рад, что Моя пушечка О которой уже завтра выйдет Видос на канале Супер контентовой мете И я просто безумно рад Этому моменту Дальше Также хотелось бы сказать Помимо нерфов Да, сейчас мы будем проходить По нерфам Очень большое количество Устройств в последнее время Легендаризируют То есть Те устройства Которые продаются За кристаллы сейчас В гараже Все эти устройства Будут В золотом свечении Их нельзя будет купить За кристаллы То есть Если у вас есть интерес Приобрести какие-то устройства По типу Там Адаптивки На молот То у вас есть Отличная возможность Сделать это Сегодня За кристаллы Если вы смотрите Видеоролик 12 числа Поэтому Такие устройства Как молот С адаптивкой Рикошет Берсерк Дальше у нас Что там Есть Страйкер Уран Дальше 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 Что у нас Тут есть еще Устройство На магнум Миномет На рельсу Крупнокалибер На гаус На гаус Тут ничего На шафт Режим серийного огня Это триплет Ну и вроде как Все Да По вооружению Вроде как все Но Есть Интересные устройства Из тех Что я перечислил Которые Я бы на вашем месте Даже бы приобрел Ту же адаптивку На Молот Это очень вкусное устройство Ну а теперь По нерфам Изида Занерфлена Вампирные Наноботы Изида с вампиризмом Нерфится в 15% Не сказать что критически Но нерфится Гелиус Нерфится в два раза Скорость снарядов Уменьшается В половишку Ну и К этому всему Еще и скорость Зарядки Энергии Тоже Становится Я так понимаю Что А нет Лучше становится Или хуже Лучше или хуже Если лучше становится То Может быть не так плохо Напишите по этому поводу В комментариях Гелиус Здесь скорость Зарядки Становится быстрее Или становится Походу быстрее Да походу быстрее Но все равно 50% Это такая системка Страйкер Как я уже сказал Супер бомба Супер класс Рикошет Скорость снарядов В принципе Увеличивается Но При этом Как бы Гелиус нерфится Хотя Может это компенсирует Как бы И особо сильно не меняется Гром Гиперскоростные Нерфится в 30% Было 330 Стало 300 Вакуумные снаряды Тоже нерфятся С 250 На 220 В 30% Но при этом Шанс критического урона Больше не снижается То есть Если раньше на вакуумке Был 1% крита То сейчас У вас будет Дефолтный Критический гром С каким он шансом Если я не ошибаюсь 12 или 14% Что-то около этого Должно быть Поэтому в принципе Тоже нерф Но Насколько он сильно Будет ощущаться Непонятно Да Гиперскоростные То что нерфится Еще больше Я Крайне Этому Не рад Магнум Пушка получает Индикатор прицеливания Который отображается Когда пушка Набирает заряд Перед выстрелом Это Показывалось В одном из предыдущих Видеоблогах При этом Время набора Пушки Становится дольше Ну и число Шагов мощности Заряда С 20 единиц Увеличивается на 100 По идее Магнум Должен быть Метовый Должен быть Более упрощен Насколько Сильно это изменится Завтра Вместе с вами Мы сможем Все это дело Рассмотреть Узнать Записать контентик И Реализовать Дальше Рельсу Как я сказал Легендаризирует Гаус Занерфлен Шафт Устройство Просто добавлено В Как говорится В легендаризацию Триплетик По гаусу Вот скажу Вот как Вот как сказал Да Просто занерфлен Просто занерфлен Статусники Эффектники Якобы Становятся лучше Но то что Время перезарядки После залпа Увеличивается Еще на Одну секунду Это 100% Еще Хуже будет Давить на эту пушку Но она в принципе Стала супер тдм Поэтому я с этим Обновлением Согласен Паладин Нерфится На 5 секунд Наконец-таки Есть нерв Этого корпуса Хотя бы Небольшой Надеюсь Что уже Будет меньше Паладинов В матчмейкинге И будет Больше возможностей Его уничтожать Потому что Еще дополнительно Ко всему прочему Теперь на Паладине Нет защиты От поджога И нет Защиты От заморозки То есть Что фриз Что жига Что все статусники С поджогом И заморозкой Будут теперь Нагибать Паладина Его овердрайвом И я этому рад Все Абсолютно Все устройства Адреналина Нерфятся И нерфятся Практически Все на 10% А ну все Короче на 10% Все нерфятся Гирскоры Тут меняются Исправляется Наконец-таки Фриз Легаси Который я Если честно Очень-очень Очень Мега Сильно ждал Я ждал Того самого Фриза Ну и Как оказалось Это была ошибка Завтра Фриз Легаси Будет исправлен И будет в том виде В котором он Должен Быть Ну и Дальше тут Частицы дыма Какие-то добавляются Удалены Из продажи Комплекты С дронами Ну и незначительные Исправления В различных Текстах В принципе Что я могу сказать Все наши Имбоустройства Потихонечку Начинают Нерфить И если Начинают С Гелиуса С грома Вакуумного Снаряда С Гаусса Да То Возможно Потихонечку И дальше Будет продолжать Нерфиться Ну а так В целом Все наверное Закономерно Да И С Практически Всем Я согласен Что здесь Происходит У нас С вооружениями Надеюсь Вот самое Самое Что на что Я надеюсь Это то что Здесь Со страйкером Ничего плохого Не сделали И он будет Все так же Круто И контент Выработать Ну а Насчет устройств Легендаризация Ведет к тому Что совсем скоро По моим ощущениям Устройств Закристаллы В игре Вообще Не будет Да То есть Все устройства Будут в контейнерах И только лишь там Вы сможете их получить Поэтому если На сегодняшний момент Времени у вас есть В игре устройства Которые вы не приобретали И которые вы бы хотели Бы получить То бегом Берите Покупайте Пока у вас Эта возможность Имеется Как то так Пишите обязательно Что вы думаете По поводу всех этих Изменений По поводу всех этих Обновлений Потому что Для меня лично Это Очень большое количество Пищи Да Очень большое количество Контента Который можно записывать С обзорами всех этих Замечательных пушек Устройств Вооружений Да И все Мы это дело будем Пробовать реализовывать Уже с завтрашнего дня Можете написать С чего начать С чего начать Что хотели бы увидеть Вы уже завтра На канале Потому что Видосы у нас В 12 часов Выходят Поэтому Что вы хотели Увидеть Вы можете написать Я постараюсь Это дело И реализовать Если в описании Увидели Интересные комментарии Которые Совпадают С вашей точки зрения Просто поставьте Туда лайк Будет большое количество Лайков под комментом Я сразу смогу понять Что этот контент Вам интересен И я постараюсь Его реализовать Уже Завтра Ну и вообще В принципе В ближайшее время Поддерживайте данный видос Лайками Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг Не подписаны Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать Новые видеоролики Ну и не забывайте Про тег создателя контента Который находится На стройках игры В аккаунтике Мой личный тег Это тег тимп Установите его Поддерживайте меня В частности розыгрыш На 1 миллион кристаллов И на 300 тысяч танкоинов Все информации по розыгрышу Есть в описании У меня друзья На этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока